Знаете, кадровый голос в производительных сферах экономики, в областях, в тех областях, где должны работать, как выражались старые имена, технаи, он связан со многими действительно причинами. Это какое-то время было серьезное падение промышленного производства, за счет этого многие заводы просто останавливались, естественно, молодежь туда не шла. Сейчас, когда возникли уже потребности, я знаю, у меня один приятель, предприниматель говорит, мы построили завод, у нас все есть, у нас есть завод, у нас есть потребитель, у нас есть новое оборудование, единственное, говорит, работать на этом заводе некому. Действительно, это проблема. Но это проблема, связанная с этим, это проблема, связанная с тем, что, так сказать, развалился тот самый, ну, как теперь выражается, научпоп, то есть, ну, что ли, пропаганда технических достижений, которая привлекала молодежь в эту сферу деятельности. Это два. Третье, конечно, инерция. Вот по инерции уже наиболее продвинутые молодые люди уже поняли, где, так сказать, теперь начали появляться деньги, вакансии, возможности для продвижения и так далее. Но по инерции продолжается движение в сторону юридического образования, гуманитарного образования, экономического образования. Хотя там, конечно, перебор. Как это все ликвидировать? Ну, во-первых, вот восстанавливать, действительно, так сказать, престиж этих профессий. За счет просто объективного рассказа о том, сколько там реально сейчас грамотные люди получают, а они сейчас получают уже немало. Об этом просто зачастую не знают. Ну, в том возрасте, когда принимаются решения, я имею в виду, там, не в 25, а в 16-17 лет, люди еще не знают. Это первое. Второе. Ну, может быть, заполнению этих вакансий сейчас нам поспособствует неизбывное стремление Украины в Европейский Союз. Вот по опыту разрушения украинского судостроения оказалось, что значительная часть грамотных специалистов из Николаева, из Севастополя, они переехали в Санкт-Петербург, в Северодвинск и работают там. Я не исключаю, что, так сказать, наши испытывающие нужду в специалистах отрасли авиационной и космической промышленности пополнятся гражданами Украины из Хайкова, из Запорожья, из Донецка. Здесь тоже вот этот фактор сыграет роль. То есть это будут уже не те, кто приедет мести улицы, а те, кто приедет действительно создавать, восстанавливать наукоемкое производство.